Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Личная жизнь красавца-актера Кирилла Жандарова, как он завоевал дочь известного актера, но не сохранил брак, а также первая жена, лучшая подруга его второй жены. Внешность Кирилла Жандарова сыграла с ним шутку. Режиссеры долгое время видели в нем эдакого самовлюбленного лавеласа, который готов с легкостью разбить женские сердца. Вот так часто первая сыгранная роль в кино определяет дальнейший типаж героев, которых предлагают артисту в дальнейшем сыграть. К счастью, со временем Кириллу удалось доказать, что он способен на большее, талантливому артисту под силу и сложные драматические образы, а не только беспринципные герои-любовники. Часто зрители ассоциируют артистов с их экранными героями, думая, что и в реальной жизни они такие же, как и в кино. Какой же на самом деле Кирилл Жандаров? Схож ли он со своими персонажами? Начало творческого пути Окончив, с отличием, Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, Кирилл Жандаров попытался покорить Москву. Начиналось все хорошо. В театре Романа Виктюка у молодого актера были интересные роли. Правда, их было немного, что не приносило желаемого финансового положения. Жить в столице было дорого, появились большие долги, и Кирилл решился попробовать себя в съемках рекламы. Попытка оказалась удачной, ведь среди нескольких тысяч претендентов выбрали именно его. Получив за съемки 15 тысяч долларов, он рассчитался с долгами и вскоре вернулся в город на Неве, где начал играть в БДТ имени Товстоногова. Первой главной ролью в кино для Кирилла Жандарова стал сериал «Доярка из Хацапетовки». Этот персонаж сделал Жандарова популярным. Он понравился не только зрителям, но и режиссерам. Предложения о съемках посыпались в большом количестве. Личная жизнь Случайное знакомство на ступеньках театра с красавицей Надеждой Толубеевой, которая являлась дочерью советского и российского актера театра и кино Андрея Толубеева, стало началом красивого романа, который завершился свадьбой. Правда, торжество было омрачено выходкой ревнивых поклонниц этого артиста, которые подбросили невесте пачку фотографий, где их кумир был в окружении разных женщин. Кириллу удалось все же успокоить Надежду и объяснить ей, что постоянное общение с противоположным полом является одной из издержек профессии актера. Она, конечно, его поняла, ведь и сама выросла в актерской семье. К сожалению, пара через некоторое время развелись. Они не выдержали испытания расставаниями и частыми поездками Кирилла на съемки, подливали масло в огонь и СМИ, писавшие тогда, что разрыв произошел из-за многочисленных измен Кирилла Жандарова. По стечению обстоятельств актриса Мария Валешная, которая стала второй женой Кирилла Жандарова, появилась в жизни еще тогда, когда Кирилл был женат на Надежде Толубеевой. Девушки были знакомы и даже дружили. А вот Кирилл познакомился с Марией на съемочной площадке фильма «Исключение из правил». Это была их первая совместная работа. В следующий раз их актерские пути пересеклись на съемках сериала «Дорога в пустоту», которые проходили на Украине. К тому времени семейная жизнь Кирилла и Надежды плавно шла к финалу. Оба поняли, что общего будущего у них просто нет. И у Валешной тогда в личной жизни произошел разрыв с любимым человеком. Эти съемки в жизни Марии и Кирилла стали отправной точкой в их отношениях. Это не была любовь с первого взгляда. С момента знакомства Кирилла Жандарова и Валешной до их женитьбы прошло три года. За это время молодые люди смогли понять, что несмотря на разные характеры, они подходят друг к другу, отлично дополняя свою половинку. Профессия супругов накладывает свой отпечаток на их отношения. Кирилл и Мария много работают, и им часто задают вопросы о том, как они оба относятся к тому, что партнер снимается в откровенных сценах, не мешает ли им ревность. В ответ звучит заявление о том, что нужно уметь относиться к таким моментам спокойно. Ведь на съемочной площадке всегда столько народу, что считать подобные эпизоды интимным вряд ли получится. Также Кириллу приписывали роман с Ольгой Арнгольц, в которой они вместе работали. Но это всего лишь слухи. Центром внимания до супружеской пары стал их сынишка, которого назвали в честь дедушки Валерием. Они стараются уделять сыну как можно больше внимания. И хотя в профессии Кириллу Жандарову удалось достичь многого, в кинокопилке актера сейчас около сотни успешных киноработ. Он утверждает, что семейное счастье для него является самым главным в жизни. Мы же будем ждать новых ролей Кирилла Жандарова, не менее ярких, чем те, которые он уже сыграл. Всех благодарю за внимание. Всех с наступающими праздниками. Всего доброго, всего самого наилучшего. Всем удачи, до новых встреч и всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!